Приветствую вас! Давайте не будем пока спешить с выводами относительно того, что с вами происходит, и что вам в данной ситуации делают. Давайте попробуем спокойно разобраться с тем, что происходит. Значит, у вашей проблемы есть несколько аспектов, и, на мой взгляд, эти аспекты довольно важны. Значит, первый аспект – это то, что вы говорите о долгих каникулах, после которых вы поехали на учебу. Каникулы были долгие, и с чем это связано? Что каникулы были долгие. Имеете ли вы в виду, что это были каникулы плановые, или имеете ли вы в виду, что эти каникулы были вынуждены? Очень важный момент. Далее. Вы говорите, что вам тяжело и тяжело здесь дискомфорт, так как живу не одна. И уже до дня нахожусь, не так понял вы в состоянии, значит, слезы, переживания и т.д. и т.д. и т.д. Давайте подумаем, по какой причине вы испытываете дискомфорт, так как живете не одна. То есть, что именно вам неприятно? Что именно вам некомфортно? Сын старый раз переживает, нервничает и т.д. Из-за чего вы плачете? Процесс адаптации, но что вы теряете в этом процессе адаптации? В чем сложность адаптирования? Попробуйте подумать об этом. Далее. Вы пишите, что парень скайпен, он данный своими делами, а скайп просто фонов и поговорить почему-то не о чем. Говорить почему-то не о чем. Значит, смотрите. Здесь момент такой. Как давно вы встречаетесь со своим парнем, почему вам не о чем говорить? То есть, считаете ли вы это проблемой? Устраивает ли вас такие отношения с ним? И, собственно говоря, как давно так происходит? Подумали ли вы о том, почему вам не о чем к ним разговаривать? Пытались ли вы сделать так, чтобы у вас были какие-то общие темы для разговора? Пытались ли вы так сделать, не пытались ли вы так сделать? В этот момент, на мой взгляд, тоже нужно обязательно пролобатывать. Вот. То есть, ваша личная жизнь, она очень важна. Потому что, может быть, вы чувствуете себя, никому не нужно. Далее. Очень скучаю по дому, пишите вы, не знаю как быть. После каждой каникул, так у меня гадный день. После лета и после новогодних праздников. У вас так каждый день что? То есть, вы уже знаете за собой такую особенность, что вам не комфортно? Вы чего-то боитесь, чего-то опасаетесь, у вас же положение как-то меняется, вы испытываете тревожность и так далее. Нужно конкретизировать то, что с вами происходит. Нужно конкретизировать стрессовую ситуацию. Понять, почему она вызывает у вас стресс. Что именно вызывает у вас стресс. И с этим нужно будет работать. Если вы говорите, что у вас каждый день такое после каникулы, то, соответственно, если у вас это не первое, то вы, наверное, знаете, сколько времени у вас это длится. И с чем связано окончание этого периода. Что-нибудь вам не имеет смысла не ездить домой, например. И так далее. Далее. Вы говорите, что я скучаю по дому и не знаю как быть. А как вы можете быть? Вам нужно учиться. Вы хотите учиться. Вам нравится эта профессия, на которую вы обучаетесь. И что вы такого получаете дома, что вы не получаете здесь. Кроме родных. Кроме родных. Далее, я думаю, что имеет смысл присвозиться к рекомендациям коллеги, которая говорит о том, что вам меньше времени проводить скайп и больше времени общаться с другими людьми. По сути дела нужно заставлять себя получать новые впечатления. По сути дела нужно заставлять себя уставать. Нужно именно заставлять себя провести активность. И как можно меньше заниматься тем, что вы делаете. Вот просто скайпом, скукой, по дому и так далее. Это все свободное время. Свободного времени у вас быть не должно. И чем больше, чем более активно вы будете себя проявлять, тем меньше будет на вас влиять вот эта вся ситуация, связанная именно конкретно с тем, что вы переживаете. Но это чисто внешняя рекомендация такая. А рекомендация все-таки направлена именно на решение глубины проблемы. Я думаю, будет именно тогда такая. Проанализировать вот те моменты, о которых я рассказал. Вы можете это сделать сами. Вы можете выбрать эксперта на этом индукции и с ним поработать на эту тему. Вот. Но в любом случае, в любом случае, вам нужно понять, что вот пока, пока не доказано иного, что у вас что-то другое. Он не говорит о том, что вы просто-напросто боитесь самостоятельности, боитесь запособленности, не можете находиться недома, потому что вы действительно недощущенны, беспомощны, уязвимы и так далее. Если это действительно так, и если это ваши страхи, то, соответственно, со страхами тоже нужно работать, обещая их, рационализируя их, осознавая их предмет и корректируя свою деятельность именно таким образом, чтобы учитывать этот предмет тоже. То есть, если у вас действительно страхи, то это нормально, это нормальное явление, это естественно для человека. Ладно понимать причину происхождения этих страхов для того, чтобы грамотно выстраивать свое поведение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всем желаю вам всего самого доброго и удачи!